По этому рецепту медовик тает во рту, нежнейший, без раскатки коржей. Это простой набор продуктов. В составе торта нет сливочного масла. Медовый торт с густым сметанным кремом. Крем сделаем без миксера. Без смущения получается самый нежный медовик, который я когда-либо пробовала. Максимально подробно, при этом емко и кратко. От вас жду комментарий и оценку. Не забудьте ее поставить после просмотра. Давайте начнем. Густой сметанный крем приготовить просто. Отвешиваем сметану, чтобы выделилась сыворотка, которая будет мешать крему быть густым. 30-35% отвешивать ее совсем не нужно. Я использую сметану обычную, 15-ти процентную, 750-760 граммов. В таком виде отправляем сметану в холодильник. Займемся коржами. Возьмем 240 граммов меда. Чем он будет темнее, тем насыщеннее аромат выпечки. Когда мед используете густой, то есть в твердом состоянии, советую воспользоваться при нагревании водяной баней. Медовые коржи для торта в этом рецепте без использования сливочного масла. Выливаем к меду 60 граммов растительного масла, рафинированного. Используем посуду с толстым дном. Нагреваем примерно до 40-50 градусов. Высыпаем чайную ложку соды. 6 граммов вышло. Снизим нагрев, не выключая, активно мешаем. От нагрева и кислот в меде масса начнет давать реакцию. Начнет появляться белая пышная пена. Ее будет очень много, поэтому заранее берите объемную посуду. Как только появятся золотистые прожилки, выключаем, чтобы мед не пригорел. Перекладываем пышную массу в миску. Для вас также под видео есть ингредиенты в точных граммах, ложках, стаканах, у кого нет весов и расчет к ЖБУ. При размешивании пена начинает уходить и остается красивая карамельного цвета основа для медового бисквита. Пока она немного остывает, начнем взбивать 4 яйца с щепоткой соли. При появлении легкой пены постепенно следом добавляем 80 граммов сахара. Взбиваем 7-10 минут до легкой белой пены. После вводим тонкой струйкой медовую часть теста, которая еле теплая уже. Лишь для удобства дальнейшего приготовления теста я заменю миску. Начинаем вводить муку. По рецепту отмерено муки 300 граммов. Но обязательно сравнивайте с густотой теста, которое я покажу, потому что мука может быть другой у вас по содержанию белка. А тут важно сделать тесто именно, чтобы оно не слишком растекалось, при этом не было густым. Для выпечки нам понадобится всего два листа пергамента. Подготовим их заранее на каждом сделав круги. Они будут диаметром 18 сантиметров. Отмеряем по три столовые ложки теста, разравнивая ровным слоем, используя шпатель или обычную ложку. Хочу здесь отметить, для любителей более тонких коржей отмеряем по две столовые ложки теста, а не по три. Либо просто увеличив диаметр коржа, используя те же три столовые ложки. Тесто средней густоты легко размазывается, при этом выравнивая свой слой. Более густое тесто может быть неравномерным после выпечки, но более жидкое сильно растечется. Духовка предварительно разогрета, температура в ней 180 градусов, нагрев верх и низ. Изначально переворачиваю противень, так удобнее с него снимать пергамент и переносить пергамент с тестом. Первые два коржа будут выпекаться 6-7 минут. Последующие коржи будут выпекаться примерно 5 минут, так как противень уже горячий. Пока коржи еще теплые, сразу их обрезаем, используя кольцо, дно от формы или обычную тарелку. Такие медовые коржи получаются мягкие, воздушные, нежные, но немного плотнее, чем бисквит, при этом не такие сухие. С этого же пергамента снимаем крошку и на него распределяем тесто. Все это делаем, пока коржи выпекаются. Немного теста остается, его будем запекать посильнее, для более насыщенной крошки, которую будем использовать для обсыпки торта. Все обрезки и остатки запеченного теста измельчаю с помощью блендера, хотя можно это все сделать с помощью обычной терки. Скалка, конечно, не получится, потому что тесто легкое, нежное, не жесткое даже после остывания. Всего получается 8 коржей для медовика. В общей сложности сметана простояла в холодильнике чуть меньше двух часов, 30-35 процентов, отвешивать ее совсем не нужно, просто берите 580-600 граммов сметаны для всего торта. И далее готовим крем по рецепту. Много сахара в крем добавлять тоже не стоит, сахар будет таять, делая крем более жидким. На 580 граммов сметаны я буду добавлять 70 граммов сахарной пудры со щепоткой ванилина. После добавления сахарной пудры перемешиваем обычным венчиком или ложкой. Взбивать совершенно незачем. Крупинки сахара, которые остались, и так растают от кислоты сметаны. Стоит лишь оставить крем на 2-3 минуты. Начинаем собирать торт медовик со сметанным кремом. На небольшое количество крема фиксируем нижний корж, который перевернем. Кусочки пергамента помогут сохранить блюдо после сборки торта более чистым. Весь крем разделим на 8 частей, уходит примерно по 80 граммов крема на каждый корж. Если в ложках, это 2 столовые ложки, такие щедрые. Я использую весы, мне так удобнее. Обмазанный кремом торт обсыпаем крошкой. Мне хочется сделать форму более ровной, поэтому использую кольцо, но это совершенно не обязательно. Вся крошка у меня ушла, ничего не осталось. Такой торт на самом деле не требует длительной пропитки, потому что коржи нежные, но лучше все-таки его подавать через 5-6 часов, оставив торт до полного охлаждения в холодильнике. Вес торта 1 килограмм 300 граммов, диаметр 17,5 сантиметров, высота 8,5 сантиметров. Общая калорийность 4428 килокалорий. Получается 340 калорий в 100 граммах торта. Поживу перед вами на экране. Это самый нежный медовик, который я готовила. Однозначно рецепт к повторению. Ну и слова здесь излишне. Нежный, мягкий, тает во рту, в меру сладкий, коржи легкие, не сухие. Очень вкусно! Попробуйте!